Здравствуйте, студия Аскар Басыров и это мировые новости. Российское правительство направит на финансирование дефицита бюджета России 783 миллиарда рублей или 12,2 миллиарда долларов из фонда национального благосостояния. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предложение Минфина, направленный на рассмотрение кабинета министров. Ожидается, что власти прибегнут к средствам ФНБ после того, как в 2017 году будет полностью исчерпан резервный фонд. Кроме того, проектировки Минфина предусматривают, что объем заимствований на внутреннем рынке в следующем году будет увеличен до 1,29 триллиона рублей, тогда как в текущем году он составил 300 миллиардов. До этого глава Минфина Антон Силуанов допускал, что при необходимости в следующем году средства ФНБ могут быть задействованы в финансировании дефицита бюджета, хотя изначально он был создан для других целей, для поддержки пенсионной системы. Все логично, пока план приватизации так и не был реализован, а выход на внешний рынок заимствования оказался очень скромным, нам ничего не остается, кроме как проедать запасы. Впрочем, для этого фонды и были созданы. Недополученная прибыль от экспорта стран, поддержавших антироссийские санкции, с декабря 2013 по июнь 2015 года составила 62 миллиарда долларов. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на данные Французского исследовательского центра мировой экономики. Три четверти потерь пришлись на страны Евросоюза, в первую очередь на Германию, чья ежемесячная недополученная прибыль составила 830 миллионов долларов. На втором месте оказалась Украина, 450 миллионов, дальше идут Польша, Нидерланды, Франция и Япония. Напомню, что согласно оценке экспертов, российские потери от финансовых санкций за период с 2014 по 2017 годы составят около 170 миллиардов долларов. Это были мировые новости.